Но если говорить о геномагнитационных зонах, то в принципе они реально существуют, и многие из них человек может определить по своему состоянию чаще всего, но методов определения, вот как вот, возьми, туда-сюда поверни, 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 туда-сюда, такого нет. Это нужно человеку, чтобы мог реакционировать и воспринимать эти зоны, для этого нужно его уже подготовить. Без подготовки человек все равно это навряд ли найдет сам, и размеры, а есть постоянные, но большинство у них постоянные, флутуирующие, движущие очень мало, в принципе. Поэтому, я даже не знаю, вопрос такой весьма необычный, потому что, как их определить? Да очень просто взять и определить, если говорить просто. Но вопрос, как этот человек определить? Для этого нужно иметь понимание, качество и инструменты, или свой мозг, или другой инструмент, который позволяет это же сделать. Поэтому здесь, а на самом деле геномагнитационные зоны действительно могут быть очень негативные, если человек попадает под действие такой зоны, потоки, потоки восходящие, нисходящие, еще важно иметь, значит, какие потоки, каких первичных материй, ну, если быть в моей терминологии, то некоторые угрыжают положительно, а некоторые очень отрицательно, может вызывать даже болезнь измерия, вплоть до рака. И особенно опасны именно те зоны, которые очень маленькие по размеру, небольшие опасные, а очень такие локальные. Почему? Если как лазерный пучок бьет поток мощный куда-то вверх, и человек попадает под действие такого выброса, то это получается нарушение функций клеток определенной группы, только не всего организма. Если весь организм смещается в одну и другую сторону, это более-менее безобидно. Опасно, когда именно небольшая группа клеток впадает под мощное воздействие, когда другие клетки остаются вне онного. И тогда действительно возникает ситуация, когда человек может получить разрушение этих зон, и возникнет раковый опухоль и так далее. Поэтому, опять-таки, нужно определять, но словами там не расскажу, к сожалению.